Почему глава Казахстана Назарбаев не поехал на инаугурацию президента Путина, которая состоялась накануне? Свои предположения по этому поводу высказал в интервью нашему телеканалу Эксаким Алматы Виктор Харпунов. О том, что Нурсултан Абишевич нанесет визит в Кремль, сообщали еще в апреле. Правда, в тот же день Москва вдруг поменяла мнение и решила не приглашать на инаугурацию лидеров других государств. Харпунов полагает, после Жароузенской трагедии Елбасы был очень напуган реакцией международного сообщества и поэтому срочно вылетел в Москву, дабы заключить договор о создании Евразийского союза с Россией и Белоруссией, чтобы заручиться хоть какой-то поддержкой. Однако после ядерного саммита в Сеуле, где Елбасы предложил разместить в Казахстане банк ядерного топлива, Назарбаев получил поддержку со стороны президента США Обамы. И, видимо, решил, что торопиться с интеграцией с Москвой и Минском не стоит, отложив решение вопроса до 2015 года. Встреча с Обамой дала почувствовать себя более уверенно, подчеркивает Харпунов. Он получил поддержку одного из крупнейших государств мира, в частности президента Соединенных Штатов Америки. И заручившись этой поддержкой, как бы решив глобальную задачу мирового уровня, которое позволило ему почувствовать себя очень уверенно в этой связи. И даже допустить такой факт непоездки на инаугурацию президента Российской Федерации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!